Письменность ацтеков надо тоже частично рассказать, потому что было недавно тут про иероглифы майя. Это письменность, которая была в центральной Мексике, то есть район Мехико. Непонятное время её происхождения, может быть, было уже и в XIII веке нами изучаемым, потому что в основном там было уничтожено. То есть даже сложно представить, какие там были промежуточные варианты и так далее. Основной исследователь Альфонсо Лакадена Гарсиа Галью, это уже вторая половина XX века, то есть она, собственно, недавно совсем расшифрована, буквально лет так 30 назад. По всей видимости, они её заимствовали у соседних народов, потому что она была сравнительно стабильная, они сами её особенно не меняли, примерно те же были знаки. Однако все книги других народов они уничтожили, а когда пришли испанцы, они в основном уничтожили все ацтекские книги. У них там были именно кодексы, то есть были именно книги на бумаге, их было легко, в принципе, сжечь. Кое-какие сохранились, опять же, на стеллах, как и письменность майя, то есть то, что они выбивали на камнях, это сохранилось, но в меньшем объёме. В данном случае, хотя нам язык известен на Уатле, он до сих пор там есть, но очень мало памятников по сравнению с майя, а в майя там другая ситуация, памятников много, а язык сам только реконструируется, то есть они писали на старом, на старой версии одного из языков майя. Небольшое количество кодексов нашли, то есть книг в районе Пойабло, но они, в общем-то, отличаются, на самом деле, от основных ацтековских, основных, то, что ацтеки делали. В целом отмечают, что она менее абстрактна, то есть письменность моя более абстрактна, что считается признаком развития. В основном всё-таки там рисунки, то есть основную часть знаков они трактовали как рисунки, соответственно, они могли рисунок читать по-разному, то есть если, допустим, нарисован холм, они могли разными словами, которые обозначают холм. Кроме того, они не следовали тому порядку слов, которые у них в речи, а записывали в каком-то логическом порядке. То есть они пытались зарисовать какими-то определенными формулами реальность. Ну, примерно вот о таком языке мечтал, как известно, Лебенец, который был языком. То есть они логику отражали, а не язык. В то же время для передачи имён собственных, для уточнения значения знаков и так далее, у них была и письменность слоговая, которую как раз вот этот Лакодена и расшифровывал испанский исследователь. Но в то же время то, что писали в основном картинки, это позволяло разным народам понимать письменность. Поэтому предполагаю, что взяли у других народов, которые тоже вот такими вот формулами изображали. Она подходит для любого, в принципе, языка. Вот о чём Лебенец говорил, что подобную пазиграфию хорошо бы сделать как универсальный язык. На самом деле было много книг, но вот миссионеры добрые католические всё же уничтожили. То есть там по разным сведениям у них были подробные исторические хроники, то есть они всю свою историю расписывали, все у них были генеалогии правителей, астрономия, подробно они мифы все свои излагали в этих своих книгах. Ну, они у них вот именно бумажные кодексы были. Вот всё это уничтожили католики. Как я уже неоднократно в этих лекциях говорю, католицизм это и есть сатанизм. То есть всю культуру они уничтожают, разум они ненавидят, и вот это ещё одно преступление инквизиции, ещё одно преступление доминиканцев было как раз на земле Америки, где они уничтожили все книги цивилизации майя, все книги ацтеков. А кто его знает? Может быть они там какие-то научные открытия сделали, которые бы, может, спасли жизни, может быть там по медицине что-то было. У них известно, что астрономия была развита, может быть там были какие-то открытия в астрономии, которые предшествовали тому, что было, может быть, на уровне 18-19 века, там что-то было. А культуру уничтожили, потому что католики, потому что поклонялись идиотизму, поклонялись дьяволу. Перехожу опять к письменности. У них были цифры у ацтеков, двадцатиричная система, но обычно они в виде последовательности простых таких линий и точек всё это дело излагали. Когда у них большая дань, они изобретали иероглифы даже для таких цифр, как 8000 и так далее. В целом они записывали именно по схеме умножения. То есть, допустим, число 500 у них записывалось как 400 плюс 5 умножить на 20. Двадцатиричная схема. То есть, в принципе, они примерно понимали, что числа состоят из какого-то основания, исчисления и с помощью сумм каких-то множителей выражаются. Но у них была двадцатиричная, а не десятиричная система. Был развитый календарь, 365 дней солнечный календарь, было 18 месяцев календаря, для каждого месяца был свой знак в этой письменности. Месяца были по 20 дней, а в конце года был 5 дней добавочный период, потому что 365 на 20 не делится. Ну, 20 у них было, видимо, сакральное число, то есть 20 везде они проводили. Они двумя знаками обозначали день, то есть 20 знаков для дневного цикла и 13 еще коэффициентов, которые уточняют какой-то месяц. Как бы вот так, двумя записями это все записывалось. Кроме того, у них имелся 52 года календарный цикл, такой же, как у Майи, и тоже там для каждого года свои были знаки. Цифровые коэффициенты от 1 до 13, плюс название разного года. Ну, в целом, календарь отдельно немножко тема, просто суть в том, что у них были иероглифы для всех. Их иероглифическая система позволяла обозначить любой день, и для года, и для месяца, и так далее. Имена собственные, как раз вот в имена собственные вносили какие-то элементы науатля. Это основная вот эта зона, в которой хоть какие-то были фонетические знаки. Как правило, сочетаниями. То есть, допустим, звали, если человека оцелотепек, то оцелот, то есть оцелот рисовался, и холм, то есть, потому что холм это тепек будет по-ацтекски. Поэтому они рисовали холм, на котором была голова оцелота. Это означало оцелотепек. Ну, фактически, это ребус. То есть, они именно, собственно, писали ребусами, но при этом какие-то вот фрагменты, они обозначали знаками, которые уже фактически имели фонетическое значение. Язык аглютинативный, там есть суффиксы, допустим, есть суффикс тлан, и они понимали, что вот это суффикс, это абстрактное понятие, поэтому для суффикса тлан они использовали изображение зубов, потому что зубы будут тлантли. По-ацтекски, вот это они понимали, поэтому они постоянно, значит, вместо суффикса тлан рисовали зубы. Как правило, тем не менее, различные хроники, вот, допустим, исторические события, в основном рисунками изображались, то есть, допустим, они рисовали как там ацтеки, рядом там пленные, потом они писали знак захваченный, и список городов, какой захвачен. И знак захвачена представлял собой пирамиду, охваченную дымом, пламенем и так далее. Чтобы социальное положение людей обозначить, они разные одежды им рисовали. В общем, письменность довольно красивая, она была еще и цветная, к тому же, вот как тут на иллюстрациях очевидно, но не совсем логическая. В принципе, вот в ацтекской письменности зафиксирован один из ранних этапов развития письменности. Возможно, египетская, шумерская на ранних этапах такая была, но потом они перешли к смешанной слоговой и иероглифической. В принципе, майя более развитая, потому что там есть уже развитые слоговые знаки, которыми в основном они записывают с некоторыми сложностями. Ну вот, пожалуй, все, что можно вкратце о письменности ацтеков сказать.